книга открытым оком тема священство вопрос 3766 вот вы похвалили брошюрку игумену игумена петра мещеринова может поближе бы с ним познакомиться и послать ему ваши книги для пользы общего дела отвечает игнатий тихонович лапкин я это именно и сделал на следующий же день после прочтения его брошюрки мир вам отец пётр внимательно с выписками прочитал несколько раз вашу брошюру о некоторых наших ошибках узнал если еще в книжной лавке эти ошибки чтобы подарить близким название брошюры несколько удлинена но все же в нем не хватает по крайней мере еще двух слов всего лишь о некоторых наших ошибках обратил внимание на эту брошюрку потому что в ней мысли очень уж схожи с моими отец пётр то что вы написали все верно но это только малая часть того что и отчего в литературной газете за 11 17 октября 2006 года страница 8 статья православный миссионер в 21 веке про андрея кураева он побывал на востоке и делает заключение что если не будет проповеди о христе то через 50 лет будет не московский патриархат а московский халифат сетует на то что шесть столетий не смогли в пустыню послать к тоурге там к таурегам простите ни одного кирилла с мефодия аналоги с них брали опять же и андрей не договаривает что всему виной были монахи и вот почему выдержки из книги сидорова о монашестве угробившим живую проповедь и все в пустынях их засыпано ныне песками даже златоуст воспевавший монашество понял это только тогда когда уходил навсегда с патриаршей кафедры будучи привязанным за шею к колеснице стал распускать монастыри побуждая идти к своему народу кельтов монахов чтобы донести туда свет благой вести на руси никогда не было проповедано евангелие как должно замечает с лесков после князя вла послы простите князя владимира не знавшие ни слова по гречески были потрясены помпезностью византийского богослужения и им это померещилась похожим на небо как они его себе представляли а если бы в это время их привели в общину где в горнице апостол павел проповедует они бы ни во что поставили его и эту незрачную обстановку кто и когда в россии говорил вот эти слова павла которые для многих священнослужителей кажутся сектантскими и неверными филиппийцам 1 27 только живите достойно благовествования христова чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру и евангельскую не было благовествования а значит и спрашивать неского и нельзя подвязаться за веру которую не открыли монахи пришедшие с владимиром а привезли штыковые лопаты и пошли после обеда рыть киевские горы и в этом не было покаяния покаяние должно быть полным таким как покаяние зарубежного синода перед старообрядцами не просто признать обряды равноспасительными а заглянуть под полог прошлых мучительств не там ли главное что разделяет нас цитата мы со скорби признаем что великое гонение нашей церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть и божьим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками 26 октября по старому 13 стилю 2000 года монастыри должны готовить кадры для миссионеров и обеспечить достойную старость благовестникам христовым 18 марта 2008 года 1 фессалоникийца 28 так мы из усердия к вам вас хватит вас хотели передать вам не только благовестия божия но и души наши потому что вы стали нам любезны похож на хлеб нетронутый булыжник нам вместо хлеба камень подают рассмотришь если по зубам поближе когда им бьют то истина каюк но ни один отец щедолюбивый не даст ребенку вместо хлеба камень камнями теми тысячи побили таким быть может пользовался каин просящие рыбу у отца родного получит ли змею из рук отцовских не тем ли более создатель иегова как мать кормилица с готовой соской яйцо просящий явно без подвоха получит ли на гибель скорпиона вот так же и у бога саваофа он любит всех как детище сиона как сладостно надежно и тепло взывать к отцу небесному с доверием он знает вкусный приготовить плов хвалы восточной доверху отмерит отец о аула очень милосердный что значит человек в твоих очах исполосованному бедами как и зебре даешь воды росток чтоб не зачах исполнится душа до преизбытка нездешней благодарностью сосанной не отречется даже и под пыткой сольется с ангельскими в небе голосами на что не брошу благодарный взгляд во всем твоей заботой укутан и даже если враг забьет нам кляп то и тогда хвалить не хватит суток душа томится в суете шумливой и хлеб насущные с рыбою вкушая спешит пролить благодарения ливни укутана в мороз твоей заботой шалью 21 февраля 2018 год игнатий лапкин